программа из глубины у нас гостях алексей ленин ленин это настоящий фамилия до который прошел ту пропасть информационную так называемые 90-е да мои любимые 90-е мы решили эту пропасть чуть-чуть запомнить чем и начнем так скажем просто о себе так в двух словах а потом уже будем по конкретным вопросам коротенько но родился я всеми с первом году сначала родился потом учился коротенько рос-рос да вырос ну как бы так в панком я стал в восемьдесят девятом восемьдесят седьмом году восемьдесят шестом я горбачев у нас 85 пришел где-то до 85 вот как раз прорвался рок в россии в союз вот я где-то в школе как раз да это был ну откуда это все появлялось из каких-то там типа иногенты какие-то под соулевом эти западные кассеты эти как ни странно вся информация бралась московского комсомольца из пионерской правды из других подобных газет с музыкой вообще не было проблем студии были студии звукозаписи то есть официальных нельзя было купить как вот сейчас придешь куда-то магазинах только черный кофе до черный кофе ария мастер август август кино те кто сейчас цк кпсс от нашего урока и были студии звукозаписи туда просто приходили там на стенках висел список групп там хеви металл нью вейв фанк рок там другие стили рэп брейк дам хер с ним короче все было да и то есть платил хотел хочешь если ты можешь купить с кассетой запись если у тебя есть кассета ты приезжаешь тебе записывают середине восьмидесятых тебе показалось это мое я начну да да и мне это нравится да мне это мне это цепляет это как раз то о чем я думаю то чем я пытаюсь жить а вот получается появилась как одна из первых пушкинская тусовка не было арбатская тусовка 1 до 1 арбатская тусовка но была тусовка на на цветнике они на цветнике на этом на в днх на конечке и то есть это было три одновременно одновременно три тусовки арбат конечка на в днх и на этом нет не на гоголя хипы а хипы то раньше типа и раньше до хипы на гоголя интересно получается на афоне хипов пошло или параллельно я думаю что это параллельно потому что все таки хипы были раньше вот и хипы ну как-то очень краем касались панка и панков так как как таковых но от них пошли же слова флэп там ну это заимствование перемешивание сленга это одно наркотики опять же наркки опять же да все тоже хипов пошло но не так от хиповocracy пошли ну то есть наркотики пошли потому что и пошли От дозволенности, от того, что нечего делать, того, что это вроде как творчество, и мы не такие, как другие. Поэтому нам можно употреблять наркотики, ну, как бы, все такое. А вот эти тусовки, они были стихийные? То есть, просто пришел, и вот она есть, я давай-ка здесь тоже... Или по какому-то признаку, по принципу какому-то? Ну, как таковое, обычно приходили на тусовку, там, какая-то прописка, там, конфетки, там, пивка, там, еще что-то, там, блин, эти опять же... Ну, да, просто, опять же, там, эти, блин, помойки, там, закрывать катание на помойках, закрывание... Ну, как говорили, что это все легенды или ничего? Ну, это чисто, знаешь, если хотели прикололаться, то так делали. Ну, потом пошли везде прикололаться. Да, а потом пошли уже, ну, то есть, уже более поздние, уже это взяли в традицию, ну, потому что и даже... Потому что вот их сажали в помойку, и им, значит, надо посадить в помойку. Ну, типа, как же, нас же крестили в панке, вот. Значит, нам надо, блин, других крестить в панке. Ну, вот, а Пушкинская тусовка одна из многочисленных? Пушкинская она была уже, то есть, уже Арбатская, ну, она как таковая, ну, то есть, все старики с ней ушли, то есть, Арбатская уже осталась там молодежь, Китай-город молодежь, Герцена молодежь, и у памятника, напротив, Большого театра этот, Лысый, Маркс. Маркс. И у памятника Маркса. Ну, как разница? И, получается, она такая обширная, то есть, какая численность получалась? Ну, приличная, я не знаю, я там не считал никогда, ты же понимаешь, потому что там были постоянные тусовки, кто там постоянно тусует. Бывали люди, которые туда приезжают, ну, просто, ну, вот, кто-то проездом там, кто-то туда из других городов приехал. Ну, узнавали, откуда-то, может, ну, естественно. Сарафан на радио. Да, сарафан на радио там, ну, Пушкинская, это уже 90-е уже, блин. Это уже во все, то есть, там, во всех СМИ уже было, в принципе. Ну, вот, опять же, те же, блин, московский комсомолец, пионерская, там, правда. А это привлекало людей какого возраста в основном? Пиздюков? Пиздюков. От 16 до 25, даже меньше, от 13. Самый активный, в общем, по-моему. Ну, да, самый активный, самый бунтарский возраст. Ну, расскажи про каких-нибудь ярких персонажей, вот именно, что-то там отчебучивали, и где это было, там, в основном? Да, в общем-то, все что-то отчебучивали постоянно. Ну, отчебучивали, приходили в каком-нибудь DIY-прикиде, или там, может быть, какую-то песню сочиняли, записали, что-то. Или просто харизматично, там, не знаю, набрасывался на людей. Ну, то есть, там, знаешь, там какие-то такие, ну, то есть, все, да, ну, все вкупе там, и как бы и внешний вид, и, то есть, там бывали просто очень яркие люди, да, то есть, там. Ну, например, опять же, возьмем наш мудрец. То есть, все очень яркие. А этот, как его? Модник у нас панковский, как его, мелкий такой? Жабер, что ли? Жабер, да, точно. Ну, выходки, выходки в основном какие-то. У кого-нибудь там. Ну, вот Бастер, допустим, Михаил, автор книги типа панки, он заявляет, что вот у них была обособленная конкретная такая творческая крутая туса, а остальные это, бля, какие-то обрыганы. Ну, примерно так, да, как наш мудрец тоже основная творческая туса, все остальные обрыганы. Блин, вообще. Ну, вот если вот про творческое, вот что у вас, допустим, как продукт, такой креатив был на тот момент. Ну, у нас, конкретно вот у нас, у нас что, у нас пропис писал песни. Вот у нас. Ну, я там какие-то рисунки рисовал, картинки. Так же я делал какие-то прикиды, потом уже там жабер уже просмотрел, что я, блин, эти прикиды, блин, делал и уже начал как бы то, что присоединяться, и я как бы ему, занимайся. Вот те материалы, вот те, блин, все, хочешь, занимайся. Не хочешь, блин, я сам все сделаю. А когда появился такой вот приток основной? Основная эта эпоха обозначена как неформальная. Когда вот был этот всплеск? Всплеск, да, ну, как бы, в 91-м. На пушке было очень много народа, и вообще по всей Москве можно было везде, где-то с 89-го, скажем так. Пушк до 91-го, это вот прям самый всплеск после первого пуча, прям самый всплеск. Все, блин, там, все в Москву ломились, всем надо посмотреть, что в Москве, что случилось, какой путь. В том числе, ну, соответственно, панки, тем более все ломились там, панки, хипы, все, блин, неформалы, кто себя считал неформалом, все ломились. И, естественно, все попадали в основном на пушку. Потому что пушка центр, самая интересная тусовка на пушке, больше всего народа на пушке, все едут туда. Ну, и там же Макдоналдс открылся, пицца-хат там рядом. Это, знаешь, ну, на Герцена, что на Герцена? На Герцена эти, оладьи, да, то есть там, ну, на Герцена панки-то усилили в оладьях, в общем-то, они считались мажорскими панками, потому что оладьи были, ну, не по карману обычному панку. А это в смысле, что оладьи покупали? Ну, там просто так же в кафе ты не будешь сидеть, выгоняли из кафе, если ты сидишь просто так. Значит, тебе надо что-то там купить. Вот. А, ну, как бы, что-то купить там, ну, достаточно дорого. А те, кто купить не где-то, но просто на улице, или были еще какие-то тоже того? Ну, смотри, на пушке были пироги, рыбный, кафетерий рядом с рыбным, Петровка-28 кафе, кафетерий. Там все время заявляли, что в карнавальных костюмах вход запрещен, намекая на панков и металлистов. Вот. Ну, и всякие такие гешманские, вот, по Пушкинской улице, вот туда, к театралке, там, сеть. Диета рядом с ямой, там же шоколадница тоже, она была не настолько дорогая, насколько... Вот внутри сидели. Ну, ну, как, то есть, туда сидели, никто там не сидел. Все-то совались по улице, всем было интереснее на улице. Туда заходили пожрать, собраться и куда-то валить. Ну, на крайняк там просто, ну, да, собраться, то есть, вот я приходил, кого-то там дожидался. И то это, ну, когда это случалось, то есть, это вот, ну, вот наша тусовка, да, мы там с кем-то еще должны встретиться, мы там где-то, либо на пушке забились на улицу и поехали, либо где-то там, в этой, вот, в этих вот забегаловках, там пересеклись, что-то там по-быстрому, кофе с булочками там с какими-то съели, помчались. Ну, помчались, вот что делать? Просто, ну, просто сидеть, общаться? Да просто сидеть, общаться, тусить, приключений на свою жопу искать. Приключений. Вот. Пойти на ментов наорать. Ну, да, пойти там, блин, с ментами поругаться, поссориться. Ну, а как так? Прямо, вот, инициатор, это не менты, получается? Ну, когда как. Ну, в основном, вся эта, блин, занималась общением, шатание по городу, по центру, распивание алкогольных напитков, добывание денег, наркотических, употребление наркотических веществ. А добывание? Шатание денег, это АСК. АСК. АСК нет, ну, может быть, какая-то там подработка, там такая, там, кому-нибудь что-нибудь поднести, да, разгрузить, так, чисто, по-быстрому, там, раз-раз-раз, ну, допустим, пятерку на всю тусу заработали, ну, типа, нормальную, можно, вот, уже можно пивка попить. Ну, соответственно, никто особо не работал. Ну, да. А тогда с работы-то было, в принципе, уже? Ну, с работы уже, ну, если хотел, то мог, в принципе, найти себя, работать, так далее. Очень хотел. Ну, по образованию, то есть, это советское журенье, по образованию учился на токаре, и можешь пойти токарем. Можешь пойти токарем, блин, учился на электрику, можешь пойти электриком. Вот, кто-то с вышкой было уже посложнее. Посложнее, просто, ну, нету места. Нету места, да, и... Да и не хотели, не хотели, то есть, брать там. То есть, с вышкой иди, блин, занимайся бизнесом, это самое. Соответственно, то советское время, это никому так в массе своей не нравилось, и появлялись те, кому это не нравилось, там, гопники. Да. Гопники, они изначально, они прямо, они априори, они есть. От них никуда не денешься. Кем вы, какой вы, то есть они всегда есть, эти гопники. Они вот никуда не денутся. И никогда. Но на фоне популярности тогда так же получалось, что многие гопники переквалифицировались. Переквалифицировались многие гопники, да. Ну, неформалов. Да, неформалов перефекаются. Да, бывало и такое. Но это как, они, получается, исправлялись, что ли? Можно сказать и так. Плюс, ну, как бы был большой бонус, там, допустим, кто-то, вот, Дима Пионер у нас из Люберец. Но он не переквалифицировался из Люберов в панке, он всегда был панком. Но, тем не менее, когда приезжаешь к нему в Люберце, была жирная скачуха, что вот, я где, Люберцы небольшие, все там, все Диму Пионеры знали. Соответственно, к нему в Люберц приезжаешь, там, типа, блядь, а, панк, хео, мы тебя наблыскаем. Говоришь, блин, друзья, я тут к Пионеру приехал. А, к Пионеру? Ну, ладно, иди с вами. Про какие-нибудь столкновения можешь, как бы, сказать, как бы эпизодически? Ну, можно. Какое-то жирное там. Жирное столкновение у нас было в кинотеатре Ладога на концерте. Мы приехали, там, ночный концерт. И была информация, что приедут гопники. Ну, и вот мы встали. Ну, стоим. Кто уже ушел туда внутрь, в кинотеатр? Кто на улице? Кто покрепче, кто поборзее, и кто не боим, может даже быть и не крепкий, и не борзый, но не ссыкло. Все стоят, ждут гопников. И тут кто-то крикнул, гопники, а это оказались с корреспондентом совершенно секретно. А на них вся эта толпа ломанулась. И, то есть, бедным ничьи не приходилось, не оставалось сделать, как они ломанулись обратно. Ну, то есть, от толпы. Потом уже разобрались, то есть, их окружили вроде. А, раз, а это не гопники. Гопники оказались хитрее. Они, блин, проникли в кинотеатр и уже там начали. Ну, да, там, в туалете подрались. Прибежали, естественно, менты. Всех разняли. Из панков, из нас никого не забрали. Забрали всех гопников. Вот. Ну, что, какие еще? Ну, это потому что корреспонденты так, как бы, ну, не то чтобы вмешались, а... Нет, просто, как бы, ну, менты сами поняли, что вот, ну, панки не зачинщики, а вот зачинщики. Вот эти и панки, то есть... Вот, ну, из панков никого не забрали. Забрали только вот гопников. А вот с остальными неформалами, ну, как бы, ну, металистами, понятно, все вместе, по-моему, были? Ну, около того там, да. А были еще какие-то неформальные объединения? Дипеши были. А, дипеши? Да. Нью-эйв? Нью-эйв. Да, тоже как-то с ними ровно. Вообще, товарищ у нас был с ним, он как бы так пренебрежительно говорил, что мы вот не лейверы, типа, а-ха-ха-ха, хотя, а панки это слишком грязные. С другими молодежными культурами, как это все, там, вбили ли вас, например, металлисты? Или нападали на вас, например, панки? Или как-то... Нет, панков мы обходили, потому что они там сели на улице, там, ну, были такие, какие-то не особо опрятные, такие, ну, мы с ними как-то не особо интерактировали. Ну, вот, понимаем, что, да, вот все, да, ну, как бы все вот так считали, все, вот опять же повторюсь, было вот это уже, да, дипешисты, они же, ну, они же тоже все мажорчики, да, там, ну, там, все чистенькие, там, фу, хотя, блин, все ходили так же с сорокезами, как Гоханы, как, ну, все вот это, все в Голубеньком, в Левесе, все вот это, да, то есть, ну, да, они там, фул, панки. Я говорю, блин, ребята, а вы так-то себя-то в зеркало видели, хоть один себя в зеркало видел, вот смотри, вот я стою с оротезом, вот ты стоишь со своей гаханской платформой, чем мы с тобой, найди 10 отличий. Фу, вы панки, вы, блин, я говорю, слушай, я тебя сейчас, вот, твою джессовку испачкаю, ты будешь точно так же выглядеть. Одна из лакмусовых таких вот бумажек, лакмусов, в этом всем, допустим, наличие количества девушек, как бы, получается, среди депешей, там, ну, там, тьма тьмущая, там, а среди панков тоже было в количестве симпатичных. Да, я тебе даже больше скажу, что среди панков было больше девушек, чем среди депешей, металлистов, но среди нее, самое большое количество девушек было среди унивейферов. Тут бацилла была такая же, извините. И что с ней стало, но сгорело. Но сгорело, да, она там, много народа сгорело. Расскажи про эту историю. Как она сгорела, ну, точно, меня там не было. Там была бацилла, глот, один из самых олдавых панков, Дима Упырь и Арза и еще кто-то. Получилось, как они пили, пьянствовали там на этой даче, я не помню, чья это была дача, вот. И какое-то количество алкоголя наши девочки убрали, чтобы было на утро чем-то похмелиться, чтобы сходить в магазин. А Упырь, он алкаш, ему вот подай, и, короче, ну, ему отказали в том, чтобы, блин, ну, все ложились спать и сказали, все, Упырь, завтра проснемся, да, обломись, ложись спать, завтра проснемся. Все будет. Все будет. А сейчас мы все выжим, ничего не будет, и, как бы, борода, типа. Он начал буянить, его выгнали из хаты. Сказали, вот, ну, лето, вот тебе раскладушка, вот тебе одеяло, вот спи вон на веранде. Вот. И хату закрыли. Ну, чтобы он, блин, ночью не пролез, и он один хер, он ночью каким-то образом там через окно пролез. Когда все спали, спиздил, блин, водку и поджег хату. Вот, спаслась только Арза. Она почувствовала, что ее тяжело дышать, она увидела, что горит, и что горит уже все нормально, и уже, то есть, ну, тех, кого можно было будить, уже будить бесполезно. Упырь уже, естественно, свалил, потому как он поджег, забрал водку и поджег, то есть, он, естественно, свалил, ему нахрен не надо все наблюдать, и, блин, полиция, потому что, кроме тех, кто там, никто не знал, что упырь там тоже есть. Поэтому он и свалил. Арза потом лечилась, ожоги, там все вместе. Она вылезла, там приехали скорые, пожарные, ее, то есть, ответили, она там, уже там нашли, там, глот там пытался себе, у него рука во рту была. Он задыхался так, что он пытался что-то там, видимо, из горла вытащить, и она у него, прям, вот, ну, человек пять. А это расследование происходило какое-то? Было какое-то расследование, какое-то расследование было. Но если бы мы знали, что это, но мы не знаем, что это. Вы понимаете, да, то есть, какое-то расследование было. Уважаемые зрители канала, по поводу гибели бациллы и упыря. Информация у меня была, мной была получена в районе Пушки, очень на ходу, от какого-то молодого пушкинского пионера. Информация была скомканная, так что вот за что купил, за то продаю. Если хотите более развернутую, более правдивую, наверное, версию от других людей этого происшествия, смотрите на этом канале. А вообще панков-то убивали, ну, по порядку. Ну, так, да. Ну, а, расскажем так. Михалыч, вот из тусовки Питона, тоже его нашли на Кропоткинской, где-то во дворах, с перерезанным горлом и сухожилиями на ногах. То есть мы перерезали сухожилиями на ногах, на руках, а потом перерезали горло. Тоже было какое-то расследование, но чем оно кончилось, неизвестно. Ну, еще кого-то, я не помню, кого конкретно. Ну, то есть, да, были там тоже, ну, какие-то гопники, уголовники там, забивали насмерть просто быть. Потому что ты панк. Просто потому что ты панк? Просто потому что. Не политика. Не политика, ничего. Просто потому что они гопники, а ты не гопник. Не свой. Не свой, да. Как просто любой обыватель может себе представить, сидят панки, кто-нибудь нахуярится с портвейном, и давай, значит, либо на кого-нибудь из прохожих орать, блевать. Ну, и такое было. Такое было. И такое было. Ну, и купание в фонтанах. Это обыденность. Да, это обыденность. Наболеватель на кого-нибудь наорать. Пошел пожрать полной киношоу, нормальный. Ну, да, да. Такие даты отрешовые, все там. Ну, вот как вот, из тусовки Бастера, там, например, они какие-то делали перформансы, там, кто-то, я не знаю, на Красной площади слово хуй выкладывали, там, из людей. Ну, мы такое не делали, мы в основном, там, какие-нибудь демонстрации поддерживали, чисто там. Политически. Да, чисто там кто-нибудь. Димсон покойный, там, когда вот он в эту самую, в Думу избирался в городскую. У нас был плакат, там, блин, такой, мы когда пришли. Угорели, блин, просто написали. Нам такие, блин, ребят, надо постоять, мы такие, ну, какая-то типа, возьмите, сделайте какой-нибудь плакат. Мы взяли картонку, написали на ней красками, кто не дрочит, тот мент. И подняли ее выше всех плакатов. И стояли вокруг этого плаката. Ну, вот такие вот. Ну, вот, да, такие вот акции. Нет, не дрочи, но, блин, стояли с этим вот. Такие вот подобные акции с провокационными плакатами. Ни один митинг не обходился как раз. Не обходился, без неформалов вообще никак. Либо, блин, сами идем, и раз какой-то там кипиш происходит там с плакатами, опа, бежали туда, поорем. Там потусуемся, глядишь, там где-нибудь кого-нибудь найдем, там подвыпьем, там, под... Самое, еще что-то, да, там. Вот, там, дальше там... Не, а вот тут вот за КПРов мы тут вот не будем голосовать. Мы их обойдем. Мы их оборем с другой стороны, типа. Ну, то есть, своя определенная позиция была. Ну, да, да, да. То есть, не всех поддерживали, неких просто там со стороны там оборать. Да, там какую-нибудь небольшую потасовочку там затеять где-нибудь с краю. Ну, вообще, определенная своя позиция была она у большинства, или были какие-то, получается, лидеры, кто к этому всему призывал там, может быть? Да нет, все были, как бы, ты понимаешь, вот у нас была... У нас были, вот, смотря, да, конкретно, на зэпанке и просто анархисты. Вот, и мы между собой никто там. Вот, и... Насколько я помню, и вот, насколько я вот помню, мы гуляли, да, там ходили, тусили, погуляли. У нас никто, у нас просто вот, ну, идем, да, стоят там. Че, пойдем, поорем. Ну, да, че-то сегодня не орется, по-моему, лучше там денег на оскайм, типа, блин, бухла купим, или там... Было же такое, когда приходили. По-моему, денег на оскайм, блин, это самое, ну, на тишку съездим за салютом. Там, блин, или там, типа, о, мы же на тишку, и там кто-нибудь стоит, орет, там, какие-нибудь... О, типа, орут, мы же на тишку шли. Типа, ничего, блин, от нас тишка никуда не денется, мы, типа, тут постоим, там, по это самому, покипишуем, что-нибудь. Но эта идеология была четкая, или все-таки просто, как, ну, скучно, и надо идти туда, там, поорать, как бы. Ну, а да, кому-то куда-то не орать. Ну, какая-то четкость, какая-то линия, вектор какой-то, вот, определенная. Ну, знаешь, скорее, это был просто такой протест против всего на свете, кроме самого себя, вот, и своих друзей, там. А всего на свете, тут же все надоело, да? Да, все не то, ну, знаешь, вы меня не понимаете, я хочу быть таким, а вы хотите, чтобы я был таким, я вот не буду таким. Вы мне не даете быть таким, каким я хочу быть, но я и не буду таким, как вы, как вы хотите быть. Вот. Но здесь какое-то место, опять же, был и национализм, или даже? Ну, национализм был, естественно. Но это тоже как часть протеста, или же? Да, естественно, как часть протеста. Потому что Советский Союз? Да, потому что Советский Союз. Потому что, как бы, как раз появлялись эти преступные сообщества, этнические, этнические преступные сообщества с чего начинали? Пытались поджать кого? Под себя. Первым делом поджать панков, металлистов, всех у них формалов. Под себя подобрать, потому что, ну, они думали, что нас кто-то спонсирует, с нас можно брать деньги. И, в первую очередь, мы занимали место, которое могли бы занять они. Это у арки, что ли? Именно место, ну, как бы, как таковое. Мы на пушке тусуем, вот мы тусуем там от Красной площади до Белорусского вокзала. Да, вот такой радиус у нас гуляния. И вот это вот, ну, все эти национальные преступные группировки, там всякая вот шушера мелкая их, вот они там что-то пытались цеплять, чтобы там, ну, пошел ты нахрен. То есть это же не гопники. Это не гопники, но это и не политика. Это, блин, ну, рэкетиры, ну, то есть вот преступность. То есть, ну, в принципе, а гопники это кто? Это начальные преступники или, ну, то есть кто-то вот, ну... А теперь панки сейчас сидят здесь, а теле за тут там. Вот, и, ну, в принципе, панки тоже, преступники еще те. Ну, если говорить про конкретно кого-то, а так в большинстве своем... Ну, в большинстве своем, ну, что, тоже там, блин... Мелкая хулиганка. Ну, мелкая, ну, да, но тем не менее, там отжать у кого-нибудь значок, это, блин, все-таки... Не, ну, сейчас это смешно, значок, зачем он вообще, в принципе... Да, это сейчас, да. Я панки, когда скинкет он стал, блин... А тогда значок-значок, то есть там, знаю, это самое... Нашивочку отжать там, да, там, у кого-то там, да, вот там, блин, там... Ну, масштабы страны-то это вообще не... Ну, это, да, это, конечно, не криминальные группировки, как вот начинались они в девяностых, да, но... Отжать видеомагнитофон там. До такого-то не доходило, да. Могли. Могли, но не... Ну, просто, понимаешь, в сквоте тебе этот видеомагнитофон нахрен не... Кстати, появилось большое количество в Москве. Пустых квартир. А с чем ты это связываешь? Ну, то, что их заняли неформалы и бомжи, это понятно. А с чем ты мог связать? Появились цены на недвижимость. Появились цены на недвижимость в центре. Недвижимость стала дорогой. Дома выкупали, квартиры выкупали, люди съезжали. Оставались пустые дома там до заселения. То есть вот люди съехали и все. Но это период один-два года где-то. Да, где-то до трех лет. Или вследствие частной собственности. Да, 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 да. Или там дом закрывался на реставрацию, реконструкцию. И всех жителей тоже там куда-то переселяли. Ну, то есть как, выкупали у них. Они переселялись, а дом закрывается на реставрацию, на реконструкцию. Все, блин. Туда тут же выезжают, пока он там, пока суть да дело, пока оформление бумаг, там, ну, вся вот это вот, да. Пока суть да дело, пока дом стоит пустой. Его занимают панки, бомжи, сквотеры. Ну, вот, как это конкретно стало безопасно именно тут? По большому счету и так было безопасно. Просто, ну, если не искать приключений на задницу. Ну, сиди себе, пью, пей. Да, да, да. Ну, придут тебя мусора 108-го, заберут за то, что ты уже, даже не за распитие, за то, что ты просто пьян. И оскорбляешь своим видом не то, что, блин, достоинство, блин, советского гражданина, а оскорбляешь своим видом достоинство своих же друзей. Вот, тогда да, ну, то есть там заберут, там, но... Если не искать приключений, то, как бы, ну, не, конечно, приключения найдут тебе. Ну, и по обычной жизни сейчас приключения так же тебя находят технично, но все равно где-то там, да как, здесь пьяных можно нарваться или еще, ну... Ну, и когда перестало вот это движение на Пушке? На Пушке где-то в 93-м, 94-м. Ну, как-то сами распались все... Возрослели, то есть все разъехались по домам, надоело сквотовать, разъехались по домам, но как бы все равно съезжались. Там, ну, не каждый день, уже там раз, два, три в неделю, там, как-то. Вот. То есть это не из-за чего-то, а просто обычное? Да, да, просто, блин, с течением времени. Просто более старые уходили, они продолжали приезжать туда, но уже не сквотовали. Уже по сквотам не лазили, уже там не жили ежедневно, просто приезжали там. А оставались молодые, более молодые, занимали те же сквоты, те же бомбяги. Хорошо, как вас выселяли исходу, блядь, вот, просто вы приходили, выгоняли, все это наше, и мы это купили. С мусорами, бля, выгоняли. Блин? Да, с мусорами, прям, мусора, ОМОН, все дела, ты чё, прям, бля, военная спецоперация. Типа самозахват? Ну, да, 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 военная спецоперация, всех под руки, все, блин, в окна вылетает, все шмот. А все дома считались городской мимуществом? Да, 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 нет, уже начиналось, уже с 91-го, уже, да, они уже, блин, да. А вот про тусовку на Герцена не в курсе? На Герцена, ну, мы туда ходили периодически, в основном там все местные, вот именно с Герцена и ближайшие округи, вот, те, кто там жил. Ну, это как элита, что ли, или что? Да, нет, там в основном молодежь была, мелкие, ну, то есть мелочи, там не было наших ровесников. Ну, разница в возрасте, она решалась, все-таки, не было вот этого, совсем общего такого, что тут мелкие и подросли по отдельности, или все-таки вместе? Нет, все вместе, но, как бы, вот, понимаешь, вот, были тусовки пионеров, вот, молодых, да, они как-то отдельно, там они, Герцена угол, этот самый Маркс, вот этот угол, там, где-то в районе Китая города, там что-то как-то они там пытались на этой, на Плешке, на Плевне, где-то там они что-то пытались, ну, вот такие, то есть. Ну, это в основном было уже на Плешке, ну, да, в основном на Плешке все старики тусовали. А потом началась вот эта вот херня с фа, антифа, другая. Да, 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 уже. Но это же политизировано, что ли? Это уже политизировано, да, это уже, ну, то есть, понимаешь, тогда все панки были панками. Назы панк, фа панк, антифа панк, анархист, то есть все, они, мы просто были панками. И нам было пофиг, какой у меня конкретно политический взгляд. Я панк, и ты панк, и мы с тобой панки, мы с тобой друзья, братья. А вот потом пошло политическое, по-твоему? Я думаю, что оно не очень хорошо сказалось на это движение, на все движение. Старые, вот, взрослые панки уже, блин, отошлятся от этих дел, да. Ну, как бы занимались там своим каким-то панковским делом, но так по-тихому, и никто никуда не вмешивался, да, вот эти скинхеды, блин. И вот, то есть, тут вот началось, вот, понимаешь, когда вот уже взрослое поколение отошло, ну, вот наше поколение, да, отошло. То есть, считай, это где-то началось. Ну, где-то, да. В 98-99-го, уже конец 90-х, да, это началось. Вот эти фа-антифа, скинхеды. Фа-антифа, да, помнишь, что это, где была антифа, у многих, да, скинхедов, молодежь, блин, нарисовывались 2-3 таких здоровых, блядь, при себя молодежь брали, и потом ездили, пизденько вот, а в итоге я там оказывал, что это все проплачено, и хуйня политическая. Ну, это да, это я помню. Я на такие темы никогда, блядь, не ездил, я знал, что это пиздец. На рынке-то не ходил, блядь, но это было чисто по угару. Ты понимаешь, какая-то часть была политически проплачена, какая-то часть уже, ну, как бы, насмотревшись на все вот это, что творится, да, вот с этими этническими группировками, да, уже, ну, начинали там. Ну, и, ну, и, соответственно, тебя, ну, как бы бесило, ты вот, блин, как бы, с одной стороны, вроде борешься с этими преступными, ну, с этими засилием нерусей, скажем так. А тут какой-то такой же Русь, как ты, блин, только он, блин, топит за него, и ты понимаешь, что, блин, пока вот он топит за него, этот нерусь будет топить за себя. Да, да, да. Ну, и ему плевать на тебя. Ну, в целом, так, в общем-то, обрисовали, как бы, хотелось бы, может быть, какой-то, как-то это все резюмировать, то есть, когда началось, когда пропало, прошло. Ничего никуда не пропало, ничего не прошло, просто все это стало как-то более сглажено и более рафинированно, и более нежненько, как бы, вот. Ну, так сказать, вот, если вот на дороге есть легкий подъем, есть тяжелый подъем, а есть спуск, то есть раньше, когда был спуск, вон, в то время, он был крутой, тебе кайфовал, то есть, сейчас вот же ты понимаешь, что все надо осаживаться. Все осталось, наверное, в теневой позиции, что-то не светится, нету показухи той самой, которая была в то время, свободы нету той, понимаешь? Коль, Коль, дело не в том, сейчас, понимаешь, сейчас все это, ну, намного доступней, сейчас вся информация доступна. А, ну, тут, да, с тобой, соответственно, очень инфа, очень доступна. Сейчас вся одежда доступна. Ну, и на заказы делать бы. Вот, и да, ну, то есть, ну, сейчас все доступно, поэтому сейчас, ну, как бы, нечем выпендриваться. А раньше кнопки не доступны, попробуй достать. Вот, хотелось бы тогда, получается, такую формулу вывести, то есть, в принципе, основной, вот, центр движения был все-таки провокация, да? В основном, да, провокация… Потому что больше нечем заняться, или что, или как? Да, да, да. Да, да, есть, потому что… Сначала, да, нет, ну, во-первых, ты отставишь свою позицию, ты отставишь, то есть, ты, то есть, ты говоришь, блин, тебе общество говорит, панком быть плохо, фу, быть панком, фу-фу-фу, бросит, а ты говоришь, нет, я буду панком, я буду кидаться говном в вас, и мне похер, что у меня руки в говне, я же панк. То есть вот, блин, ну, то есть тут в первую очередь отстаивали свои позиции. Ну, и вот это закончилось к концу 90-х, короче. Да. Началась другая история. Началась другая история, другая эпоха. Начались вот, ну, появились вот у Жириновского, этот рок-магазин «Давай-давай» и все вот эти вот. То есть, грубо говоря, все, что можно разрешить, разрешили, а что не очень хорошее, по рукам. Да, и как бы вот, ну, и вот имеем то, что имеем. Ну, это стало лучше, нормализовали, получается, все. С другой стороны, понимаешь, нету теперь вот этой свободы, нет, ты теперь не можешь пойти пожить в сквоте. На свободной зоне, ну, зона поселения. Ну, это понятно. Ну, ты не можешь сейчас, вот ты сейчас, нету сквотов, нету бомбяк. В клубы он 200 рублей пошел. Ну, это клуб, понимаешь, это клуб. Ты в клубе не зависнешь там на месяц, на год, да, то есть, понимаешь, ты в клубе, ну, ты пошел, ну, понимаешь, на сквотах мало кто играл музыку. В основном там сочиняли, сидели, да, там, кто-то сочинит, кто-то играет, ну, чисто вот на гитаре сами, то есть, на сквотах. Тик-ток хата. Ну, типа, да. На сквотах не было концертов. То есть, были какие-то, у кого, у Петлюры только были, были концерты, ну, то есть, у него сквот был, у него там, ну, даже у него был чуть ли не в частный собственный сквот, потому что Петлюры и Пани Броня покойные, досточтимые. У нас в Китай-городе в 94-м был сквот, мы, в принципе, там играли, как бы, это только притирался, но товарищ СПЖ это ящер. Ну, так это уже более позднее. 94-й. 94-й, там, 89-й, там, 90-й, 91-й. Ну, с аппаратурой было никак. Ну, и с аппаратурой, да, никак. Ну, нет, ну, барабаны можно было достать, то есть, всегда можно было где-то что-то там. Да, постучать ей всегда начали. И этот, блин, эти Уралы можно было всегда найти, какие-то примочки там, что-то самим там сделать, там, ну, то есть, это был Тишинский рынок, где можно было купить все, и, блин, из этого потом намонстрячить то, что тебе надо. Вот, ну, просто тогда, ну, как бы, в сквоте окна завешивались, чтобы вечером не видели, никто не видел, что там в нем есть люди. А ты представляешь, в нем устроить концерт. Ну, то есть, это, блин, тут же мусорапаны бегут, ну, то есть, всю малину обломают. Но все это было интересно, да? Да, все это было интересно. Любопытно, и это было творчество. А интересно что, если так вот выяснять? Блин, да ты попробуй сам. Вот попробуй сам, да, интересно, что? Вот иди, попробуй сам. Информации про это мало, то есть, провальный такой период, информационный такой, яма, вакуум. Но, однако же, это было все интересно. А что было? Может, там были какие-нибудь интересные любовные истории? Вот любовные истории всегда интересные, но вот там... Да, 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 там вон, блин, это самое. На самом деле, если вспоминать все, я бы сделал такой... Тот же Speed Info. Собирать несколько человек в таком помещении, где диванчики посидеть, и упрашивать, чтобы можно было посидеть, подегустировать, это будет жестко. Тот же этот самый, как его, Speed Info. О! Это самое, «Свадьба панков» вот у нас снималось, вот такие вот у нас удобные, ну, в общем-то, да, нам заплатили, мы... Ну, вот это самое, кто там, «Синяк с малышкой», по-моему, да? Женя, свадьбишь? Да, панковская свадьба. Вот «Синяк с малышкой», да, но они вот, они долго встречались, то есть, ну как, они познакомились-то в сквоте у нас. Ну, мы не встречались, да, вот это была как бы системная свадьба, ну, мы за нее, то есть, она и так бы была, ну, вот без вот такого дикого первого... Да, без вот этого выпендрежа, блин, малолетки с голыми сиськами и имитации, то самое, полового акта при толпе при свечах, блядь. Понятно. Ну, давай тогда, может быть, потихоньку так заканчивать. А я бы вот спросил такой глупый вопрос. Ты бы хотел, чтобы про эту эпоху сняли сериал в духе слова «Пацана»? Ну, я бы хотел, чтобы сняли бы какой-нибудь фильм про... Ну, не в стиле слова «Пацана», но что-нибудь подобное, да, какую-нибудь вот... Документалочку. Документалочку публицистическую, что-нибудь, да, было бы, наверное, интересно. Ну, и вот в центре истории мог бы быть ты, например, да? Или какой-то еще персонал? Да нет, я не думаю, что мог бы быть и я. Я тоже не особо примечательная личность, кроме как фамилии. Ну, как бы, вот, да, например, свою тусовку «Медрэд», да, вот, ну, например, вот костяком событий этого фильма можно там сделать, допустим, «Медрэд». Там, не знаю, того же Петя Питона, у них тоже там свои были интересные вещи.